Реклама на радио. Раз. Реклама на телевидении. Два. Реклама в газетах и журналах. Три. Дизайн и полиграфия. Четыре. Наружная реклама. Пять. Рекламно-информационное агентство «Пять звезд». Очень теплой весны в этом году не ожидается. Об этом сообщил начальник управления по делам ГОИЧС. Рашид Абраров рассказал, что по информации Гидрометеобюро температура в апреле будет колебаться в пределах климатической нормы и резкого потепления не ожидается. Кстати, река Обь вскроется ориентировочно в начале мая. Вместе с тем начальник управления по делам ГОИЧС сообщил, что активный период таяния снега в Сургуте начнется приблизительно через полторы недели. В городе уже подготовлены ливневые и противопаводковые системы и проведен осмотр потенциальных мест подтопления. Их в Сургуте насчитывается около десяти. Это район Черного мыса, поселки Лумно-Лесной. Но они не топятся там с флочняком, что там будут плавать, а просто во время активного таяния дневного в некоторых местах, около некоторых домов, может образоваться большая лужа, которая там обойти трудно. Но это не катастрофично, это не есть отопление, это просто отопление талантными водами в следствии несовременной очистки, уборки и так далее. На тех территориях, где люди самостоятельно не смогут справиться с уборкой снега и ликвидацией воды, в ГОИЧС обещают помочь с ее откачиванием. К слову, в Сургуте после 26 марта пройдет заседание противопаводковой комиссии. Будет создана специальная рабочая группа. В нее войдут специалисты Департамента городского хозяйства, Комитета по природопользованию и экологии и Управления по делам ГОИЧС. Мы будем требовать на комиссии, чтобы все, начиная от каждого жителя и заканчивая руководителем организации, приняли меры по вывозу снега со своей территории раз и по подготовке своих водоотводных систем к порядку, готовности отвода, водохода в городскую систему. А городскую систему отвечает уже город. Телепроект «Книга жалоб» – первая социально значимая программа в городе для тех, кто столкнулся с несправедливостью и беззаконием, кто готов бороться за свои права. Телепроект «Книга жалоб» Продолжение следует...